Приветствую, друзья! 3 октября, день рождения моей дочки Шейны. Она известный психолог. Кто не видел, пожалуйста, смотрите там её ролики, записывайтесь на её консультации. Она с детства знает метод ключа. Ален, правда, мой сын, тоже психолог. Правда в том смысле, что он на 3 года старше. И они, когда были маленькие, я им показывал, как петуха гипнотизировать. Да. А потом через год я показывал, как гипнотизировать петуха своей внучке Гретке, тоже психологом. Ну, у нас семейная династия. Мы всю жизнь занимаемся этим. Ну, я как врач ещё, и мы методом ключа, а не психологи. Всю жизнь занимаемся, и вместе со школой человек больше, хомофутурс, развиваем. У Шейлы есть свои наработки, которых у меня не было. Так что ещё раз поздравляю свою доченьку. Да, у нас семейная династия, которая внесла и в науку, и в практику, в саморегуляцию, внесла новые элементы. Без наших технологий наука саморегуляции была бы беднее. Ну, так написано в книжках, не только моих, но и знаменитых специалистов по теориях стресса. Да, мы, как говорится, продолжатели теории стресса, добавили практику, которой там вообще не было. Ну, и вот 3 октября день рождения моего друга Армена Джигарханяна. Я ему говорил Армен Джан, потому что я работал и 5 лет в Армении со своей фамилией Алиев. Там получил премию Ленинского комсомола Армении за работу в электронной промышленности. Ну, кто знает нашу историю, я просто повторяю для тех, кто не знает, для новичков, которые иногда попадают на наш канал, чтобы они знали, что я с фамилией Алиев, но в ряд премию Ленинского комсомола Армении. Такого на планете никогда не было, и вы понимаете почему. Я дагестанец, я из Махачкалы. А вот Армен Борисович, я ему, последний раз я был у него в гостях там в театре. Ну, просто я не в театр смотрел, а просто был у него в гостях с нашим Фёдором, с нашими ребятами я там был, с Федей нашим, который сценарист, который, ну, вы нашего Федя знаете. Так что вот, и мы были у Джигарханяна, и самое главное, что я, мне кажется, его тогда случайно обидел. Ну, я ему так сказал, зачем ты голосовал за? И он побелел, побелел и говорит, но мне же надо было театр сохранить. Вот какая ситуация, я до сих пор сожалею, что я так сказал. С другой стороны, я был чрезвычайно тогда удивлен, зачем он это сделал, потому что его все любили, уважали. И он так активно голосовал за. Ну, театр сохранить. Для него это было святое. А я ему предлагал сделать национальную идею. Я говорю, ты армянин, а я варис из Дагестана. Давай мы вместе сделаем национальную идею, чтобы войн на свете было меньше. И кризисов всяких тоже, чтобы меньше было. Чтобы мы с тобой вдвоем выступили, сделали интересную национальную идею. Ну, теперь нету Армена, царство ему небесное, он мне говорил, мы с тобой будем вместе до гроба. Ну, у него такие, прямо, он такой, ну, крутой был, крутой. Самое главное, он был внутренне свободный. И вот это позволяло, с одной стороны, он был внутренне свободный сыграть 120 ролей, а с другой стороны, защищая театр, агитировал всех голосовать, в результате чего мы имеем, то, что имеем, как говорится. Я думаю, думаю, что есть вещи, которые всегда будут спорными во всех веках. Я ему говорю, а зачем же ты это сделал? Он побелел бледно, я задел по-живому. Я до сих пор страдаю из-за этого. Потому что он мне потом сказал, а я же в каждом спектакле эту национальную идею, которую ты говоришь, чтобы не было мира, чтобы мир был, чтобы не было войн и кризисов. Я же в каждом спектакле это продвигаю. Я говорю, ну, спектакль же человек прочесть должен с этой точки зрения. Там же не всегда это прямо вот так сказано. Ну, ладно, друзья. Мы вместе ездили и в Нижний Новгород. Там мы познакомились, когда я занимался программой помощи Погорельцам. Ну, мы там познакомились. Мы вместе с Джигарханяном это делали. Потом мы много сильно дружили. Он приезжал ко мне часто в центр на Таганку и очень любил, когда я ему иголки ставлю. И мы обсуждали философские темы. Короче говоря, именинники у нас Шейла и Арвен Джигарханян 3 октября. Я вас поздравляю. Поздравляю. Шейла тоже мной командовала с самого детства, когда была маленькая, и сейчас. И за это я её тоже люблю, потому что моя доченька. До встречи, друзья. Да, кстати, забыл сказать. Если я не успею почётных участников Школы Человек Будущего Хомофутурус пригласить, пригласить, как я обычно 30 посылаю бесплатных приглашений на вебинар на завтрашний, который будет как раз таки четвёртый. Если я не успею, извините, потому что я такой подарок вам готовлю, почётные участники. Такой подарок готовлю в райскую группу. Когда войдёте, вы получите то необыкновенное изобретение для всего мира. Потрясающее. Ну, до встречи. До встречи. Если я не успею вам разослать приглашение, я занят этим подарком. До встречи, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...